Здравствуйте, меня зовут Гульнас, и это второе видео из нашей трилогии о портновских колодках. В предыдущем выпуске мы говорили о том, что такое колодки, как они работают, действительно ли они так сильно нужны, и неужели без них невозможно сшить качественного изделия. В этом выпуске я покажу, как я раньше утюжила детали изделия в разных участках на плоской доске, и что из этого получалось. И, конечно, покажу, какой эффект, кстати, иногда он очень шокирующий, получается, когда вы утюжите с колодкой. Обещаю, здесь не будет никакой наигранности или преувеличений. Я буду показывать, как это действительно было в реальности. Итак, первая — это универсальная колодка. Она супер-супер многофункциональна, сейчас покажу. И, видите, она может стабильно стоять на любой плоскости, можно ее крутить во все стороны. И в любом положении она устойчива на столе, потому что здесь все выверено до миллиметра. Во-первых, на самой большой плоскости этой колодки очень удобно приутюживать маленькие детали, например, клапан или воротник. Прежде чем выворачивать, разутюживать срезы, мы всегда, только что проложенный шов, строчку, приутюживаем. Приутюживаем деталь для того, чтобы мы могли более качественно уже дальше с ней работать. Итак, прикладываем деталь и проходим утюгом. Таким образом, вот эта большая плоскость служит вам еще и гладильной поверхностью, маленькой гладильной доской. Но мы используем эту сторону в качестве гладильной доски не потому, что у нас нет большой гладильной доски, а потому, что дерево очень быстро охлаждает деталь, отводит лишнюю влагу, и поэтому наша деталь отутюживается еще более качественно. Отлично! Приутюжили деталь, и теперь нам необходимо разутюжить срезы по воротнику. Такие срезы могут быть и по воротнику, и по деталям клапана, по деталям манжеты. Это очень часто встречающиеся участки в деталях, поэтому мы делаем это постоянно. Так вот, посмотрим, как я разутюживала срезы по воротнику, когда у меня не было такой колодки. Я выворачивала деталь на лицевую сторону, раскрывала срезы и пыталась подлезть утюгом. Мне нужно дойти до самого угла. Смысл в этом? Хорошо. Ну, как хорошо. Вы можете увидеть, что у меня появились заломы с обеих сторон воротника. Некоторые ткани не позволяют утюжить неправильно, а потом исправлять, потому что остаются заломы, которые уже не поправить. И как я утюжила со второй стороны, точно так же пыталась подлезть кончиком утюга к углу воротника. Вот здесь уже ближе, чем на 2 см не подойти, потому что утюг просто не дает это сделать. В результате вы можете увидеть вот здесь заутюженные заломы и волны. Ну и в целом воротник получился, конечно, не отутюженным. Этот уголок не готов. Его нужно дополнительно выворачивать. Но и из-за того, что я не смогла разутюжить срезы вот здесь ближе, чем на 2 см, видите, вот в этом участке я смогла разутюжить срезы. И они лежат неплохо. А вот здесь уже ближе, чем на 2 см к уголку я не смогла подойти, поэтому внутри срезы очень комканы, они не расправляются. Ну и в целом вы можете увидеть, каким был воротник. Затем мне приходилось выталкивать этот уголок с помощью колышка или с помощью нитки. Затем исправлять вот эти заломы, которые я сделала. Теперь посмотрим на разницу в результате, если мы используем универсальную колодку. Вот здесь есть такой участок с острым углом. У него разные грани, поэтому вы можете поворачивать его в зависимости от того, какой у вас участок, то есть какая у него особенность. Я воспользуюсь самой верхней частью. Надеваю воротник и просто расправляю срезы полностью от края до уголка. Отлично. Кстати, для того, чтобы лучше закрепить результат, используйте портновский утюжок. Это тоже деревянное приспособление для утюжки. Так ваша деталь еще быстрее остынет и еще лучше зафиксирует свое положение. Мне очень нравится утюжок, который с одной стороны имеет ровную поверхность, а с другой есть небольшое углубление. И его очень удобно использовать, когда вы утюжите участок с молнией. То есть молния просто утопает внутрь этого углубления, и вы утюжите непосредственно ткань. Итак, мы разутюжили одну сторону, видите, до самого уголка. И теперь точно так же разутюживаем вторую сторону. Колодка доходит до самого угла, до самой острой части. И вам остается только провести утюгом. Вот такой идеальный результат у нас получился. Воротник не поврежден, не заутюжены новые складки. И мы можем вывернуть воротник. И теперь смотрите, еще один лайфхак. Если у вас нет колышка для выворачивания углов, вы можете этот же угол использовать в качестве колышка. Потому что уголок все-таки идеально, аккуратно расправить вручную не получается. Вы просто бережно подтягиваете его прямо на колодке, и получаете идеальный результат. Далее переворачиваем эту же колодку. Самой большой плоскостью наверх. И нам остается только приутюжить воротник. Можно закрепить дополнительно результат утюжком. И у нас получился идеальный отутюженный воротник. Теперь посмотрим на случай с закругленной стороной, то есть без уголка. Такая форма встречается не только у воротников для блуз или рубашек, но, к примеру, клапаны. Это очень частая ситуация. Клапаны имеют закругленную форму. Кстати, и манжеты тоже. Как я делала это раньше, то есть разотюживала срезы без колодки. Примерно так же я уворачивала его на лицевую сторону и пыталась подлезть в самую глубь. Вы, наверное, уже представляете, что там происходит. Вот примерно так это выглядит в лучшем случае. Точно так же я пытаюсь разотюжить со второй стороны. Кстати, я абсолютно не преувеличиваю для того, чтобы показать, посмотрите, какое было до, какое после. Я реально разотюживала срезы, по крайней мере, пыталась разотюжить их таким образом. В результате я заутюжила заломы с обеих сторон. Потребуется очень много времени, чтобы их исправить, особенно если вы, к примеру, шьете лен. Там практически нереально исправить заломы, придется стирать изделие. Ну и, конечно, самую округлую часть разотюжить у меня не получилось. Но если приутюжить эту часть, к примеру, то мы получим такой результат. Здесь остались утолщения, в некоторых местах срезы скомкались. И если провести рукой, это очень сильно заметно. Также эти комки могут проявляться на внешней стороне воротника, оставлять следы, ласы. Поэтому ничего хорошего от того, что они там есть. Ну и шов, видите, он не расположен прямо по сгибу. А мне хотелось бы иметь такой вариант. Округлый воротник получился не совсем округлым. Вот здесь можно увидеть недочеты. Небольшой уголок вот здесь и здесь. Теперь попробуем разотюжить срезы с помощью универсальной колодки. Покрутим ее. У колодки есть несколько круглых частей. Одна, которая побольше. Вторая. И еще третья. Я выберу самую большую. Надену воротник. И видите, как он идеально лег. При этом я не краила воротник по размерам этой колодки. И на самом деле любой воротник ляжет идеально на этой колодке, потому что у колодки есть разные стороны, разные участки. Вы можете крутить, подбирать необходимую сторону. Ну вот у меня идеально лег с первого раза в этом положении. И я теперь разотюживаю срезы. Отлично. И теперь остается разотюжить фрагмент повыше. Переворачиваем деталь и разотюживаем. Готово. Как видите, срезы по всему округлому участку идеально разотюжены. Ну а для того, чтобы разотюжить оставшийся участок, уже прямой участок, мы используем вот эту плоскость, которую использовали уже ранее. И посмотрите, мне не нужно никакого колышка. Воротник выворачивается идеально. Он округлый по всем участкам. Нам остается его только приутюжить. Переворачиваем колодку другой стороной. И идеально округлый воротник готов. Шов по сгибу, как я люблю. И получилось все идеально с первого раза. А теперь посмотрим на примере рельефов. Представьте, что это передняя деталь, например, вашего платья. Полочка. Вот ее центральная часть. И вот боковые части, соединенные рельефными швами. Они округлые. И их значение это повторять форму фигуры, форму груди. Поэтому нам важно, чтобы они были разутюжены максимально качественно. Сейчас покажу, как я делала это раньше, без колодки. Допустим, нам необходимо разутюжить эти срезы. Срезы можно разутюживать и заутюживать в одну сторону. Но рассмотрим вариант с разутюжкой в разные стороны. Итак, здесь все неплохо. Продвигаемся утюгом. Ну, как неплохо. Вы можете увидеть, что я вот здесь уже немножко сутюжила участки отошва. Потому что вот здесь у нас идет расширение. Здесь заложена талевая выточка. Поэтому деталь не плоская. И вот эту часть я уже сутюжила. А этого делать нельзя. Ну, хорошо. Продвигаемся дальше. Подходим к самой округлой части. Здесь я немного натягивала деталь, для того, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. И немного округляла деталь, для того, чтобы подлезть к округлой части рельефа. Опять-таки, абсолютно без преувеличений, без наигранности. Посмотрите, что у меня здесь происходит. Я заутюжила огромнейшее количество волн, складки, складки по срезам, которые нужно будет исправлять. Дальше я подходила с обратной стороны, потому что идти еще выше смысла нет. Потому что мы заутюжим еще больше складок. Подхожу с обратной стороны и делают примерно то же самое. Выгибаю я для того, чтобы не заутюжить больше складок. В результате деталь не отутюжена, можно сказать и так. Потому что я создала огромнейшее количество волн, складок. Складки по срезам, они не разутюжены идеально. Еще один неприятный момент. Я могла создать дефект посадки. Потому что я растягивала полотно, а значит где-то у меня может появиться выпуклость. А она мне вообще не нужна. В результате, в самом лучшем случае, рельеф в округлой части с лицевой стороны выглядел вот так. Ну и швы разутюжены не идеально. Даже с лицевой стороны у меня заутюжена складка. То есть наплыв одной стороны на другую. Посмотрим, что можно сделать с помощью универсальной колодки. Переворачиваем ее таким образом, чтобы вот эта округлая часть оказалась сверху. Далее накладываем деталь изнаночной стороной вверх. Накладываем шов. Можно начать прямо с уголка. И разутюживаем. Отлично. И посмотрите, в чем преимущество такого разутюживания на колодке. Мы утюжим только область со швом и срезом. Мы не уходим дальше к деталям боковым и центральным. Помните, в самом начале мы вот здесь заутюжили складку, сутюжили деталь. А этого делать было совсем нельзя, потому что посадка на фигуре уже будет испорчена. Поэтому нам нужно работать только со швом. Вот эта узкая плоскость как раз позволяет нам это сделать. Двигаемся дальше. Вот здесь у нас начинается закругление по груди. И я прикладываю его как раз к округлой части колодки. Поверну колодку, чтобы вам было лучше видно. Вот здесь у нас начинается закругление. Самый сложный участок. И я использую закругленную часть колодки. Также располагаю полностью на узкой части. Можно зафиксировать, помочь утюжком. И продвигаемся дальше. Поворачиваем деталь. И видите, уже поутюженная часть висит. Поэтому мы ее не будем задевать. Мы ее не испортим. Работаем только с новым участком. Отлично. Готово. Рельеф разутюжили. Можем вывернуть на лицевую сторону. Можем дополнительно пройтись с лицевой стороны. Это у меня тестовый образец. Но если я утюжила бы изделие, я бы использовала проутюжильник. Видите, под любой участок можно подобрать колодку. Еще один момент. С помощью этой же округлой части, только уже перевернув колодку, вы можете поутюжить, например, боковую деталь или лицевую. Просто прикладывайте шов к округлой части, к округлой стороне колодки. С комфортом. Безопасно утюжить деталь. И вот такой результат утюжки с помощью колодки. Видите, нет заломов. Шов прямо посередине. Нет никаких складок и наплывов. В отличие от первого варианта. Ну и мы смогли создать тот объем, который хотели. Посмотрим на примере образца брюк или шорт. У нас здесь боковые швы, которые имеют округлую форму, выточки и средний шов, соединяющий две части брюк. На одной половинке покажу, как я делала раньше без колодки. А вторую деталь посмотрим уже с колодкой. Итак, например, выточка. Располагаем ее на плоскости и утюжим. Видите, я снова поднимаю с одной стороны для того, чтобы не наделать ошибок дальше. Но побочный эффект этого я вытягиваю область под вытачкой. Поэтому это тоже не есть решение. Ну а если не вытягивать, то сейчас вы увидите, что получится. Я не могу остановиться только на уровне конца вытачки. Мне необходимо сутюжить слабину, волну, объем, который образуется под вытачкой. Именно поэтому я завожу утюг дальше. И что получается в результате? Здесь мы видим огромное количество складок. Их, конечно, придется исправлять. Теперь попробуем разутюжить боковой шов. Мне придется снова подлезать к нему. Изделие не раскрыть. Все-таки это уже практически собранные брюки. Поэтому мне придется подлезать. Я реально стараюсь сделать максимально аккуратно. Тем способом, которым я делала когда-то. В итоге я смогла подлезть примерно на 20 сантиметров. Вот так это выглядит с изнанки. Срезы смотрят в разные стороны. Вот здесь заутюжены складки и волны. И вот так это выглядит с лицевой стороны. Посмотрим, что можно сделать с помощью колодки. Повернем колодкой вот этой стороной наверх, которую мы уже использовали для рельефов. Накладываем выточку. И видите, ее кончик я прикладываю к участку, в котором начинается закругление. Снова я не задеваю участки справа и слева от выточки. А значит не сутюживаю их. Работаю только с выточкой. И областью ниже нее. И вот такой чистый аккуратный результат мы получили. Выточка заутюжена хорошо, без дефектов. И вот этот уголок тоже без складок и замены. Теперь попробуем разутюжить боковой шов. Воспользуемся той же стороной. Я надеваю брюки прямо на колодку. Можете не бояться это делать, потому что здесь нет никаких креплений. Можно надевать изделие прямо поверх колодки. С комфортом раскладываю боковой шов и разутюживаю. Вновь работаю только с участком вдоль шва и со срезами. Передвигаю деталь, подбираю удобный участок, который повторяет контуры. И вот такой результат мы получили с первого раза. Здесь не нужно абсолютно никакого профессионализма, мастерства, опыта в шитье и утюжке. У вас получается все с первого раза идеально. Ну и конечно вы понимаете, что выточки, боковые, округлые швы, они вводят не только в брюках, но и в юбках, и в платьях, и в жакетах. Вот просто весь гардероб, все виды изделия вы можете утюжить на этой колодке, используя разные ее плоскости. Но у этой колодки есть участок, который предназначен особенно для брюк. На самом деле не только спектр использования этого фрагмента широкий, но вот, к примеру, на тех же самых брюках. Вы надеваете брюки, заводя вот эти стороны в разные части брюк, в разные половинки. То есть фактически надеваете брюки, и таким образом вы получаете доступ к среднему шву и области банта. Давайте полностью прямо разутюжим этот шов. Начнем сверху, передвигаем деталь. Сделать это без колодки, то есть разутюжить средний шов практически нереально. И то же самое повторяем со второй стороной. Просто переворачиваем деталь, вновь ее надеваем, и мы снова имеем доступ ко всем участкам среднего шва. К примеру, если вы обработали застежку с гольфиком, с молнией, и вам необходимо поутюжить эту область. И с универсальной колодкой сделать вам будет это очень просто. Надеваете уже готовые брюки и отутюживаете участок с застежкой. На самом деле у этой колодки просто безграничное количество вариаций использования в детали, которые вы можете поутюжить. Но покажу еще одну. Это область, которую можно использовать для формирования оката рукава. Самая сложная часть в пошиве рукава это формирование правильной посадки по окату рукава, а именно по его верхней части. Для этого, чтобы нам было проще, легче вметать рукав в пройму, то есть присоединить его к пройме, мы делаем две вспомогательные строчки на машинке большим стежком, например 5 мм. Затем мы берем две нитки с изнаночной стороны и аккуратно затягиваем их в сборку. Совсем немного, нам не нужна густая сборка, необходимо только немного создать объем. Вот примерно так. Далее нам необходимо сутюжить эти припуски, потому что сейчас они, как видите, образуют большие волны, а значит и толщину. И нам необходимо их сутюжить для того, чтобы они были более плоскими. Покажу, как я делала это раньше без колодки. Нам необходимо поутюжить только срезы, то есть дальше строчки заходить уже нельзя, иначе мы испортим рукав. Я прикладывала утюг к срезам и приутюживала, стараясь не заходить за строчку. В целом мало что изменилось, на мой взгляд, думаю, вы тоже замечаете. Рукав вот здесь как был практически прямым, так и остался практически прямым. Буквально небольшое закругление. Теперь попробуем сделать то же самое с колодкой. Сделали вновь сборку с помощью вспомогательных строчек. И теперь вот на эту часть мы надеваем рукав, располагаем колодку, поворачивая эту часть наверх. Колодка стоит стабильно. Расправляем кат рукава на этой округлой части и приутюживаем срезы. Поэтому важно, чтобы срезы располагались на колодке, а не свисали. Еще я не захожу за пределы строчки, потому что эта часть тоже свисает, то есть я работаю только вот с этим участком. Видите, как идеально располагается кат рукава на колодке. И вот какой результат. Срезы буквально уходят вовнутрь. Здесь повторяется округлая форма начала руки, плеча. И делается это тоже очень легко и просто с помощью колодки. Если вам пришли идеи, какие еще стороны, в каких целях можно использовать, обязательно напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, думаю, и всем остальным будет полезно. Кстати, обратите внимание, ни с одной стороны нет ни одного крепления, ни одного шурупа. Это очень важно, намного важнее, чем может показаться. Потому что вы можете, к примеру, вложить колодку вовнутрь изделия. И если здесь будут шурупы и другие внешние крепления, то область вокруг шурупа, дерева, может сделать зацепки на вашем изделии, ну а на ваших пальцах занозы. Эту колодку можно приобрести отдельно. Она по супер доступной для каждого цене. Но я приобрела ее в комплекте, так еще намного выгоднее. В комплекте вот с этой подушкой. Я впервые вижу универсальную колодку в тандеме с такой подушкой. Но, на мой взгляд, это гениальное изобретение, потому что многофункциональная колодка становится еще более функциональной вместе с этой подушкой. Подушку можно использовать отдельно. Это очень удобно. А еще ее можно привязать к универсальной колодке. Привязываем к большой плоскости. И у вас получается еще одна колодка. Маленький кабанчик. И здесь можно утюжить те же рельефы, выточки, округлые боковые швы, горловину и любые округлые выпуклые участки, которые должны сохранять свой объем, свою форму. Здесь две поверхности. С одной стороны лен, с другой хлопок. Поэтому можете менять, выбирать. Вот так удобно и легко она привязывается. Стабильно фиксируется на колодке. Никуда не уходит. Отлично зафиксирована. И спектр ее функций тоже огромный. Например, вы можете поутюжить выточки, расположив кончик выточки к самой округлой части подушки. То есть располагаете начало выточки сверху. А вот эту часть, там где начинается закругление как раз, вы располагаете ниже и сутюживаете эту слабину. В результате у вас получается идеальная область под выточкой. Точно так же вы можете разутюживать срезы по боковым швам. Если у вас уже изделие закрыто, как, например, эти брюки, то вы можете снять подушку, вложить ее внутрь изделия и так будет еще комфортнее. Также здесь с комфортом можно разутюжить рельефы и другие округлые участки. Вы всегда сможете найти подходящий участок, потому что подушка имеет разные формы. И с комфортом поутюжить любой фрагмент. Вот такой идеальный результат получается с первого раза. В сочетании с такой подушкой вы сможете разутюживать и обрабатывать огромнейшее количество участков. Это все участки, все детали, которые имеют округлую форму, которые должны иметь объем. Поэтому колодка в сочетании с подушкой получается супер-супер функциональной. И я прямо очень советую приобрести универсальную колодку в сочетании с подушкой окороком. Если вы шьете дома для себя, близким, возможно немножко на заказ, то на мой взгляд вот это сочетание, ну плюс еще портновский утюжок деревянный, для вас идеальнейшее решение. Если же вы присматриваете колодки для ателье, для мастерских, где объемы пошивы уже больше, то вам вместо подушки окорока лучше приобрести большой или малый кабанчик, потому что он полностью сделан из дерева. А значит она будет сохранять свою жесткость, свою форму при больших объемах работ. Но для небольших объемов работ достаточно будет вот этого набора. На мой взгляд это прямо топ-3, что вы должны приобрести в первую очередь. Универсальную колодку, к ней в комплекте окорок, который можно привязать, это очень важно и удобно. И деревянный утюжок. Это сразу выведет вашу работу на другой, более качественный уровень, ну и конечно удовольствие вы будете получать от пошива, от утюжки в тысячу раз больше. Если вы спросите меня, можно ли приобрести одну колодку или вот например этот набор и закрыть все потребности, которые у вас будут возникать в процессе пошива, то нет. Потому что, к примеру, рукава или брюки в узких частях на этих колодках уже не поутюжить. Для этого здесь уже нужна рукавная колодка или ее называют еще портновский рукав. Иногда рукавную колодку продают в комплекте с гладильной доской. У меня такой не было. Но если вы шьете много, долго, в больших объемах, то со временем рукавная колодка, которая идет в комплекте с гладильной доской, очень быстро выходит из строя. Более долговечный вариант, более прочный, надежный, это конечно колодка из массива дерева. И давайте посмотрим на примере. Шов рукава. Как я разутюживала его раньше без колодки? Я выворачивала рукав на изнаночную сторону, раскладывала шов по центру и проходила с утюгом. Вы наверное уже предполагаете, какие дефекты я сейчас создаю, какие ошибки, которые мне придется исправлять. Самая большая ошибка, это конечно заутюженная складка, залом. Потом я выворачиваю обычно рукав. Ну а далее я пытаюсь исправить свою ошибку, исправить рукав и разутюживаю его. Но когда я исправляю эту часть, я заутюживаю складку в другой части рукава. И это просто бесконечный замкнутый круг, потому что нереально поправить эту складку, особенно если у вас рукав узкий. То же самое касается и деталей брюк. В нижней части они обычно с заужением и бывает очень сложно разутюжить качественно без создания вот таких заломов, дефектов. Посмотрим, как это делается с колодкой. Мы надеваем рукав, расправляем срез и с комфортом разутюживаем. Можно дополнительно закрепить с помощью утюжка. Снимаем рукав, надеваем его с обратной стороны, если длины недостаточно. И получаем идеальный результат без каких-либо дефектов и заутюженных заломов. Также вы, наверное, можете предположить, какая была ситуация, когда мне нужно было подогнуть низ рукава и заутюжить. У меня образовывались те же самые складки, как при разутюжке шва рукава, который мы только что смотрели. А вот с этой колодкой делать это очень удобно. Вы просто отгибаете необходимый припуск, надеваете на колодку. Эта колодка подходит даже для самого узкого рукава, потому что узкая часть достаточно маленькая. Надеваете и приутюживаете. Далее поворачиваем и делаем все по кругу. Такой же участок встречается, например, по низу брюк. Тоже достаточно сложная задача аккуратно заутюжить низ брюк. Но вот с этой колодкой очень удобно. Идеально заутюжена, без каких-либо заломов. Вот, к примеру, плечевой шов. Нам важно разутюжить качественно плечевой шов, не сминая при этом оставшуюся часть изделия. Когда я делала это на плоскости, у меня сминалась и спинка, и полочка. Образовывались складки по проме, по горловине, потому что такой участок, разложив на столе, поутюжить с легкостью не получается. Видите, здесь все мешает со всех сторон, особенно если ваше изделие уже закрыто. Поэтому в этом случае тоже удобно использовать рукавную колодку, портновский рукав. Заводите через пройму или через горловину и с комфортом разутюживаете. То же самое, например, с боковым швом. Получается аккуратное плечо, аккуратный боковой шов. Кстати, те же самые брюки, юбки в боковых швах, в швах сидения, в шаговых швах тоже очень удобно разутюживать на этой колодке. Надеваете деталь брюк, раскладываете боковой шов и разутюживаете. Затем можно перевернуть в шаговый шов, то есть это шов, который остается внутри. Расправляете его и с комфортом утюжить. Как я делала раньше. Вот, к примеру, шаговый шов, который остается внутри. Я раскладывала деталь брюк на столе. Деталь не плоская. Поэтому, когда я ее раскладываю, даже если совмещаю швы боковой с внутренним шаговым, то в результате вот здесь у меня образуются складки с обеих сторон. И мне нужно аккуратно это поутюжить для того, чтобы здесь не сутюжить, не собрать или не сделать складку. Это очень сложно. Ну и плюс ко всему, вот эта часть брюк не идентична с этой частью. То есть, когда я разотюживаю шаговый шов, я тем самым делаю складки с обратной стороны, то есть с области бокового шва. И потом это все необходимо исправлять. А исправлять на плоскости тоже не так-то просто. Удобнее было бы надеть на колодку портновский рукав и с комфортом поправить вот эти участки. Многие мастера судят о качестве сшитого изделия в первую очередь по рукаву. По правильной посадке оката рукава по верхней части и отутюженности. У меня, кстати, тоже есть такая привычка. Я в первую очередь смотрю на верхнюю часть, на окат рукава, как он присоединен к пройме. Так вот, окат рукава, то есть верхнюю его часть, важно максимально подготовить перед тем, как присоединить его к изделию, к пройме. А еще многие боятся именно присоединения рукава. Кстати, я тоже боялась, когда только училась шить. Это была моя самая нелюбимая часть, потому что у меня не получилось распределить посадку по окату рукава. Но есть такая волшебная колодка, которая делает рукав идеальным. И вам просто необходимо будет уже готовый рукав присоединить к пройме. И все получится с первого раза. Мы посмотрели, как можно утюжить окат рукава на универсальной колодке. Но если вы планируете шить много жакетов, пальто, ну и в целом изделий с рукавами, то вам потребуется колодка, которая называется силуэт. Видите, она имеет форму плеча и начало руки. И вот как раз одна из главных ее функций, это формирование оката рукава, верхней его части. Сейчас у меня в работе жакет из твида. И это, кстати, очень интересно, шить из твида. Посмотрите, какой у меня получился рукав. Я могу прямо надеть его на колодку, чтобы вы увидели форму. Видите, эта форма идеальнейшим образом повторяет силуэт руки и плеча. А изначально рукав был вот таким прямым, плоским. На твида, на пальтовых тканях, на тяжелых костюмных тканях вот эта сутюжка оката рукава очень сильно заметна и создает прямо вау-эффект. Я собираю с помощью вспомогательных строчек верхнюю часть оката рукава. Кстати, колодку можно использовать как раз для этих целей. Многие боятся пересобрать лишнего или недособрать, поэтому вы можете приложить рукав к колодке и затянуть прямо на колодке. Она сама вам подскажет, когда стоит остановиться, стоит ли добавить еще немножко, потому что она идеально повторяет силуэт человека. Еще у этой колодки есть особое удобство. Видите, вот эта часть открытая, и поэтому вы можете надеть рукав, и он располагается так, как будто вы надели его на руку. Но не только в этом плюс. Когда вы надеваете таким образом рукав, вы можете отутюжить его со всех сторон полностью, фактически всю верхнюю часть оката. Если бы вы надевали его вот так, то вам можно было бы работать только вот здесь, потому что если вы спускаетесь ниже, вот здесь можно заутюжить склад. Итак, надеваем рукав, и смотрите, какая магия сейчас произойдет. Видите, вот эти волны, они сейчас исчезнут. И еще такой момент. Вы можете спросить, для чего колодка-силуэт отдельно, если мы могли сутюжить окат рукава на универсальной колодке. Но помните, я говорила о том, что на универсальной колодке можно располагать только срезы, а область за пределами вспомогательной строчки уже не должна заходить на колодку. Иначе мы можем создать дефекты по рукаву. Здесь же вы можете завести рукав вплотную, то есть колодка у меня прямо внутри. Строчка у меня заканчивается вот здесь, вспомогательная, а колодка ушла вовнутрь рукава, то есть вот здесь она прямо находится. И вы можете поутюжить, придать форму и вот этой верхней части рукава. Это очень классно. Отлично, окат готов. Видите, срезы плотно лежат, они плоские, никаких заломов, складок, все идеально. Теперь можем поутюжить вот эту часть рукава, прямо прижимая вплотную к колодке. Получается просто идеально. Даем рукаву немножко остыть, с колодкой он остынет очень быстро, потому что внутри дерева. И можем снимать. Посмотрите, какая форма рукава. По-моему, это просто магия. Но это не единственная функция колодки силуэт. Вы можете поутюжить всю плечевую часть, область проймы, горловины. Изделия это такие достаточно сложные участки, которые легко можно испортить, если утюжить на гладильной доске на плоской поверхности. Надеваете изделие, видите, пройма заходит легко в эту часть колодки, идеально располагается. Здесь вы можете разутюжить плечевой шов. А еще хорошенько поутюжить выточку в таком положении, в каком она бы сидела на вашей фигуре, потому что здесь есть такое округление, как раз как на нашей спине. Вновь получается идеально. Кстати, в работе часто случается такое, что вы, к примеру, шьете изделие, особенно из такой мягкой ткани, которая легко растягивается. И к моменту, когда вам необходимо уже притачать рукав к пройме, вы обнаруживаете, что пройма уже такая растянутая. И вот этот дефект, то есть если вы, например, разложите ее или наденете изделие на фигуру, то вы можете увидеть, что вот здесь образуются волны. Этот дефект тоже можно поправить. У меня, кстати, такое было, когда я шила жакет из твида, он рассыпается большой скоростью, поэтому мне приходилось его реанимировать. И мне очень сильно помогла именно эта колодка. Вот эти волны по пройме, точно так же и с горловиной, можно легко поправить. Просто располагаете изделие на колодке и аккуратно сутюживаете, направляя утюг в сторону срезов. Такими припечатывающими движениями утюгом. И вот какой у нас результат получается. Идеальная пройма, ровная, лежит, плоско. Пройму приходится сутюживать не только, если она растянута в процессе пошива. Иногда для того, чтобы сделать посадку лучше, например, если область с лопатками очень выпуклая, или спина имеет определенную сутулость, то вам потребуется сутюжить область с проймой. Для того, чтобы создать вот этот объем, обволакивающий объем по спине. И для таких целей как раз очень удобно использовать эту колодку. То же самое с горловиной. Вы можете расположить ее на колодке. При необходимости можно закрепить булавкой. Здесь есть тонкий слой поролона, поэтому сделать это очень просто. Вот здесь вы тоже можете заметить уже растянувшиеся участки. И их тоже легко можно поправить. Кстати, колодку можно поворачивать, например, перевернуть таким образом. Она стабильно стоит. И использовать вот эту плоскость для разных-разных деталей. Это могут быть те же самые мелкие детали. Или, например, область с выточками, потому что здесь тоже есть закругление. В общем, спектр использования огромный. На самом деле, я отнесла бы эту колодку больше к профессиональным. Но есть и другие виды колодок по низким ценам, которые выполняют те же функции. Например, колодка для окат-рукава. Она есть в двух размерах, поменьше и побольше. На ней можно утюжить пройму, окат-рукава с обеих сторон. А также с комфортом поутюжить плечевой шов и выточки. Их стороны отличаются по размеру, поэтому можно утюжить как мужскую одежду, так и женскую, и детскую. А также есть колодка реглан. Видите, с одной стороны у колодки форма реглана, а с другой прямой, практически как у колодки силуэт, которая подходит для утюжки классической проймы и вточного рукава. Тоже очень многофункциональная колодка и по очень доступной цене. На этом все. Пишите в комментариях, если у вас есть другие идеи о способах использования этих колодок. Уверена, я знаю далеко не о всех способах применения. В следующем выпуске я расскажу о том, колодками какого бренда я пользуюсь и почему, а также о чем нужно помнить при покупке колодок и выборе производителя. У меня был опыт покупки колодки много лет назад, и спустя долгое время использования я сделала определенные выводы. Есть некоторые моменты, на которые действительно важно обращать внимание при покупке. Поэтому встретимся в следующем выпуске. Желаю вам хорошего и успешного дня.